Такой ранней вылазки, наверное, Саша, у меня еще не было, 6 утра, и решил посмотреть, как на этот раз будет, ну что вообще там творится в это время, ну и вам заодно показать. Потому что часто говорят, даже сами продавцы, что самое что-то интересное и ценное, и недорогое уходит с утра, да, потом они распродают уже, ну посмотрим, сравним так, смекнем. Станция метро Партизанская. Многие из вас спрашивают, в какие дни работает вернисаж, блошиный рынок. Работает только по выходным, суббота, воскресенье. С 4 утра они там и до 4 дня. Альфа, бета, гамма. Видите, я сегодня другим путем, поэтому картинка другая. Раннее утро, суббота, совсем раннее. Справлюсь я, рано-то так встал. Встану или ничего. Походим на дорогу. Я люблю Альфу. Нет, мы любим Измайлову. О, вернисаж, верни. Солнышко все выше, теплее становится. Сейчас ночью уже такие довольно-таки прохладные. Одна из бабулечек спешит, спешит занять свое место, бежит. И по той стороне там тоже вон одна, вторая бабулечка едет и так в сумочках несут. И вот они уже начинают стоять вот тут рядышком. Люди становятся. Торговля открывается, располагаются. Вот видите, они еще не до хотя даже до вернисажа. Вон уже где вернисаж. Все тут запомнится сейчас. Вот они только подъезжают, люди. Откройте для себя сказочный вернисаж. Вот тут все пусто тоже, но все запомнится. Те, кто еще не был, добро пожаловать. А вот там за забором уже много людей. Очень много. Добро пожаловать на вернисаж. Можно даже заставкой сделать это фото. Они эти, так назовем, задние ворота. Потому что центральные там с мостом, с пушками. Вот как раз ты встаешь и идешь прямо. И по правую сторону будет Ася. А тут видите, уже активно уже. И покупатели, и продавцы. Много чего-то. Много. Сейчас буду смотреть, что тут. Может что-то и найду с утра-то. Там два веера одинаковых. У меня, кстати, подобные есть. Сейчас спрошу, сколько стоит. Потому что для показов может быть интересно. Такое парное. Парное, парное. Мальчик. Бальцеверт. Сколько их там. Шесть тарелочек, по-моему. Маленьких. Вот это красиво. Англия. Полторы тысячи. Типа такой я купил в прошлые выходные. Да, Англия. Красиво. Очень даже красиво. Очень даже красиво. Только, видите, опять. Они были на той стороне и сейчас на эту сторону переехали. Но они еще раскладываются активненько. Здесь наша Светлана сидит. Смотрите, какой у нее поросеночек есть. Он не открывается, ничего. Сначала с виду кажется, что это шкатулочка какая-то. Нет, вот такой веселый, задорный поросенок. Клади, клади. Здесь все клади. И интересная коряга у них вон там какая-то большая. Сейчас приближу. 500 рублей всего лишь. А еще вот такие два предмета из камня. Буйволенок. Задравший хвост. И вот это, по-моему, белый медведь. Коряга или? Все продастся. А корягу уже вон не запал. Здесь три тарелки. Вот они в музее висели, когда его распродавали. Говорят, с музея очень красивые. Но вот это, мне кажется, самое красивое. Хотя они вот две подобные. Подглазурная, да, говорится? Ручная роспись, но подглазурная. Ага. По 10 тысяч они. Хорошо. Это подвесная. Да, доволен. У меня еще остались видео. Надо будет выкладывать. Я все перестала. А еще есть с отпуска. У меня видео. Я их еще не монтировал. Вот это яркое очень. Они как блюда. Все подвесные. И вот третья. Это маки или что? Не знаю. Не знаю. Не совсем ясно, да? Очень раскрывшиеся маки. А здесь набор. А, корости. А вот здесь набор тоже фарфоровый. Для малышек. Люблю победить. Вот здесь тоже, смотрите. Какой комплект интересный. Не знаю, написано 1886. А это чья? А что там написано? Не знаете? Ну, тут написано... Не знаю, да? 1886 написано. Рига, значит. А цена? 350. Красивый, интересный комплектик. Не встречались с вами такой уж. И такая довольная, что у нас посмотрели в России. Да? Как сама побывала с вами. Даже так? Вот мне продавцы все про Крым спрашивают. И говорят, куда нужно было еще заехать. Но везде же не заедешь. Мы и так, там и сям. Мы везде и повсюду были. Это чья она? А, это Дулёва. Пиньки-бар есть классный. Там есть еще струсиная ферма, чтобы готовить. Ну да. Ну так и так еще активно, уже активно было. Вы бы уже там все устали, если бы я выкладывал и выкладывал. Нормально. Нет, вот блошинку выложил два дня, гораздо больше просмотров. В два раза. А я как раз не успела посмотреть твои глаза. Так, а вот эти по какую цену? Они по 1000, они тебе по 500 могу отдать. Очень красивые. Да, это вообще, это очень дорогие участники. Такие шикарные. Не, не буду смотреть. Вот эти милашки по 500 рублей. Маленькие. Грязненькие, но отмыть их там роскошно. Но у меня есть подобные. Как ромашки. А чьи они, не знаете? Ну, по 250 я бы взял, наверное, их. Ну, и сумма, конечно, красота. А эти сколько? А ваза? Ваза есть. Без стекла. Опа. Тысяча рублей. Тысяча рублей. А эти сколько? Тысяча рублей. Складываются они, вот здесь лампа красивая, но у нас сборная. Верх очень шикарный. Недавно здесь. За 300 тыс. За 300 тыс. Её могу назвать. Семь бы сказали, да? А? Семь бы сказали. Семь? Семь сказали. Да. Мне? Нет? Цену какую сказали? Забыл уже. Восемь. Вот эта статуэтка. Угу. Лампа 15 тыс. Товар весь из Бельгии. Очень все красивое. И рамки здесь есть. Пепельницы вот такие. Очень хороший стол. Назовем его так. Хоть он и на полу, но все же он стол. Там серебро, по-моему. А вот такая сколько стоит? Это 3. Чернильница. Какая роскошная. Какая голова. Что это? Вот моя мечта еще. 25. Но это по еще дешево. Так они по 35-37 стоят. Да. Товар красивый. Вот этот подчастничек мне глянулся. 2000 она хочет. Ну уж очень красивая история царская. Так как АПМ написано. Ну вроде целенький так роспись. Даже цветочками по всем краям. Я знаю, что уже много. Многие ходят на вернисаж. И все-таки он приветливый, он красивый, он яркий. Он вот зовет к себе. Добро пожаловать в Измайлова. Эти с утра еще все закрыты, они все откроются. Чтобы меха все. Вы помните. Я вам часто показываю. Так. Пойду с привычного входа там по тропинке в начало. Вот видите, сегодня еще никого нету, потому что очень рано. А так здесь уже гуляют во всю люди. Сюда даже ворота. Ворота. Ворота призакрыты. Еще я видел, что дождь был приехать. Сейчас посмотрим. Так еще расхаживается все. Ворота. Людей мало. В спокойном ритме. Но люди еще многие не завтракали. Продавцы поэтому пьют кофе. Что-то. Что-то жуются. Давайте смотреть. У нашего старого доброго знакомого. Вот такая чаша. 2000. Москва. 1980. Олимпийские игры. И Георгий Победоносец в центре. Подвесная. Вот видите, с петлей. 2000. Ой, а это что за штука? Нет. А вот. Вот это? Да. Клещ электрика. В 20-м году. Электромонтера. Ого. Ничего себе. Для высоковольтников. 20-е годы. Лаком покрытые зато. Хоть на мою эту. На мой буфет вешай. Ну-ка. Сову вам нужно показать. А, у нее видите крылья. Вот этот крючок дергаешь. У нее крылья шевелятся. Это, типа, игрушка детская. Те времена, когда были детские игрушки. Смольный штаб революции. Ленинград. Да. Это называется блошиный рынок. Вот этот слоник прямо под мою сервизную историю. сервиз, который выслала мне. Кто? Из Бельгии, по-моему. Елена из Бельгии. Уже все у меня переплелось в голове. Ну, помните, да? Вот как нижняя часть весь сервиз такого цвета. Здесь вижу две розовые фарфуры. Две тарелочки красивые. Но они без чашек. И две вазочки. Сначала он по тысяче предложил, потом стал уходить. Он говорит, бери по 500. Одна высокая бомбанерка прорезная. Вроде бы даже все розочки живы на месте. И вторая плоская. Вот эта. Ну, с такими же узорами. Вообще понравилось. Ух ты. Дракон на драконе. Драконом по-моему гоняет. Здесь бивни сломаны. Так, белочку вам хочу снять. Это паильничек такой миленький. Ох, какая красота. Кисловодск. Богатство. Швейные богатства. Первый сорт по ГОСТу еще сделан. Надо узнать, почем. Тут тоже красивая. Такая резная. Королевская цветочки милейшая. А в какую цену ваза? Какая? Вот, вот. Вот эта? Полторы. Чья она интересная. Посмотрим. Полторы тысячи она. Мне что-то понравилось. Ложечки вот такие. С красивыми вставками. А почем они? 500 рублей. Ну-ка. Нету ничего никаких этих. Ну что, красивые гостей-то встречать. Тем более за 500 рублей. Ну вот, все не наберешь же. А красивого-то много. Но ваза мне понравилась. 20 тысяч. Огромный вот такой. Медный получается. Ух ты. А это что такое? Из дерева? Причиндалина. 1849. Тарелочки какие-то красивые. Такая в какую цену? Так. Смотрите. Так. Это две. Это начало 20-го года. 2000. Это 2 тысячи. Да. 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 2 с половиной на ножках. Только на блошиных рынках можно встретить вот такие натюрморты. Да еще на фоне вот таких пейзажей. Привет. А шляпка-то ничего. Какую цену шляпка? Полторы тысячи. Полторы тысячи. По цене брошки. Ну да. А шкафчики? Или это один? Нет. Их два здесь. Их можно рядом ставить. Это два... Семь тысячи за два. Ага. Ну это типа аптечка там. Ага. А этот ящичек уже продан. Красивый. Наставни похоже. Ну это простенькая блузочка. В ткани здесь. Ох шелк даже есть. Но это кусочек совсем маленький. Такие два стула появились тут. В лучах солнечных стоят. Красивые цену. Не знаю. Сейчас прошу. 4 тысячи без торга. Королевские говорят. Но нет. Королевские для нас это немножко другие. Кстати зонтик детский. Смотрите какой хорошенький. Ручка у него рыбкой заканчивается. Боже мой. Рыбочка. Что это такое? Это 300 рублей. Видите какая история. Ха. Хорошенький. Надо бы узнать сколько стоит. Кстати здесь смотрите какая стоит вазочка с оленем. Правда разлучились попа с головой. Похоже надолго. Зонт 500 рублей. Сталин пожаловал. 8 тысяч павлины. Коврик вот такой. А кукла здесь что-то. Сколько вы сказали еще раз напомните? Ну. Напомните еще раз цену. 75. 75. Эта кукла сделана для французского рынка. Немецкая кукла. Без вообще ни одного дефекта куклы нет. Одета родная одежда. Мастер подписан. И шляпка и юбка из одной ткани. Посмотрите на этого Петрушку. Какой же он роскошный. Крыса в руках. Собачонка. Ой какая картина красивая. Невероятно. Сплошное удовольствие. Два варианта люстр. Ой ну ка на картину хочется смотреть и смотреть. Просто прям завораживающе. Правда? Какая же красивая. Еще один Петрушка. В лопаточках. Петрушка. Сколько он у вас? Редкий он. Десять тысяч. Десять тысяч. Там стоит вот такой пятнадцать. Разный стоит. Этот идеальный, да. Красавица. Ну разумный торт ваш. Какая картина. А больше рама интересна конечно. Ну кстати вот я даже и не видел не доходил сюда. Здесь еще даже и кафе есть. Ну видимо для и столик даже. Для как раз местных. До встречи.